так ребят всем привет простите что пропал надолго много работы вот так же много студентов у них приоритет выше чем у ютуба вот но ничего сегодня попробуем сделать барную стойку это надо клиенту быстро срочно показать какой клиенту и мебельщикам непонятной да там давали приблизительный какой-то наметок острова до кухонного вот ну хочет чтоб что-то было понятно не знаю не тут все понятно ну и придется накидать да вот и сделаем это в блендере как раз поймем еще да как и для чего использовать быстренько визуализируем свои идеи так ну поехали запустим блендер сейчас 292 бета вот сразу включу горячие клавиши и поедем барная стойка у нас два метра на метр будет значит идем и размеры да то есть ось икс два метра так и оставляем усилик пищу миллиметров высоту 900 делаем также миллиметры да если забыли где выставлять вот кладочка юниц миллиметры поставим сразу нашу стойку на пол возьмем при включим привязки да у нас они по умолчанию включены к клеточкам но как попало до происходит она происходит ну в принципе не как попал от 1 клеточка не в зависимости от того где вот и располагался до центральная . например я переношу вот она на клеточку идет то есть и измерение вот сейчас происходит от нашей опорной точки вот но также можно включить попробовать абсолют крит тогда вот видите она смещается у нас а теперь он по центру этих клеточек вот но в принципе все нормально приблизим да и вот на пол я control зажал на пол поставил его вот можно также там например сместить по центру вот да теперь наш как бы габаритный куб стоит отсюда вам и поедем делать соображать там планируется еще типа какой-то остров и там такая барная стоечка всего метр значит у нас будет тут 30 сантиметров вот какое-то углубление ну в общем чё я буду делать так возьму сразу вот эту часть от соединю на нажимаю ps и вот это как бы пол и в принципе сверху консоль из него уже и будет сделано вот да и возможно чтобы он не мешался там спрячем его пока дальше дальше вот эта часть в принципе я тоже ее отсоединю нажимаю alt m и face by edges да то есть ну или вот здесь в данном случае можно alt m и selection нажать и вот видите она как бы оторвалась эта часть я все части сейчас поразъединяю ну можно было вот так выделить все и нажать alt m и face by edges и теперь вот каждые они видите побились все вот так теперь вот здесь да будет как-то подниматься 90 на метр 10 то есть на 20 сантиметров и расстояние 30 сделаем то есть белом контролер вот сюда сдвигают до упора потом нажимать же y и пишу 300 если не в ту сторону нажимаем минус да и у нас вот подразделение получилось с этой стороны нам нужно сделать то же самое вот я поделил выберу привязки к вершинам теперь нам нажимают же y зажимаю control и к той вершинке тяну теперь у нас все как бы одинаково вот это у нас будет не так не это вот тут тяжело да например иногда выделить поэтому взяли выделили элемент нажали аж скрыли его так теперь выделяю вот это вот это ребро 5g и с контуром вот сюда пододвинем это будет наша столешница в принципе опять же столешницу можно соединить в отдельный элемент да она может быть и из другого материала и кстати столешница будет же и вот здесь поднята на 20 миллиметров на 200 миллиметров поэтому выделю два ребра нажму shift d вот нажму g z да то есть по оси z на 200 миллиметров и нажму f чтобы их шить а теперь выделяю вот эти два элемента нажимаю pf selection и отсоединили в другой элемент который там будет столешница да вот стол в принципе там спрятали теперь вот эти вот штучки да нам нужно про экструдировать тоже на 200 миллиметров нажимаю z и 200 пишу есть вот эти да в принципе как они нам не нужны и тут есть такая штука да то есть нажимаю control x вот одну грань выделил она растворилась но если я растворю сейчас вот эту грань смотрите что происходит да вместе с ней удаляется и вершина и соответственно вот эти ну как его с этим ребром соединились две вот эти вершины вот такой результат если вот это вот ребро не нужно но вы не хотите чтобы как будто был такой результат нужно нажать x и limit где слов то он где ну не сдвигается . он ее удалит где типа сдвинется она там останется на то есть вот у нас все хорошо в точке перейти тут нет вершин никаких там все нормально то же самое сделаю тут вот отсоединили так теперь вот эта часть да это наша вообще как бы фасадная часть будет в принципе также могу пока что взять или в другой элемент или скрыть но отсоединяем да так теперь тут 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 давайте дальше делать то будем альтаж показать все вот эту часть мне тоже нужно сдвинуть и сдвину я на 200 и и на нажимаю shift д так а зачем shift д джи игрек 200 минус да вот в эту сторону теперь выделю верхнее ребро нажму джи зет control зажму вот сюда а тут я специально делаю еще вот такую штуку ну тут чтоб все хорошо было а вот здесь еще нужно будет пару розеток с этой стороны и с этой стороны сделать и должна быть какая-то нишка чтобы их врезать вот такая планка сейчас до этого дойдем теперь вот этим всем бы деталькам туда добавить толщины и это можно сделать с помощью модификатора этого solidify и допустим у нас будет на 20 миллиметров и как видите расстояние до почему-то получились везде разные но да я на это всегда обращаю внимание они в общем то не разные они одинаковые единственное что у нас сейчас смасштабирован наш как бы контейнер если мы масштаб теперь применим все будет хорошо нажимаю control и скейл да как видите все пересчиталось вот и смотрим главное важно куда до нашей поверхности подвигались на заходим режим редактирования вот этого внутрь это тоже вовнутрь да то есть все правильно они двигаются относительно нормалей то есть наружной стороны езжешь как бы до задняя лицевая там сторона и двигается всегда вдоль нормальной лицевой стороны двигается модификатор то есть вот видите вот мне вот в эту сторону как раз надо на 20 миллиметров потому что габарит да у меня два метра вот и это в принципе тоже в нужную сторону сделалось если вдруг вам вы хотите модификатор и хоть и она как-то не туда поехала то вы выворачиваете нормально да то есть пересчитывайте там обратную лицевую сторону это можно сделать вот тут в пунктике можно просто типа флип и видите уже растет в эту сторону еще раз взяли там нажали флип он переедет в другую сторону или там опять же выделили нажимаете shift н или control shift м да тогда будет как бы это дело меняться пересчитываться вот ну или флипать так у нас все как бы хорошо не все устраивать единственная вот толщина да и нужно будет вот эти вот грани чтобы они потом не пересекались сдвинуть на 20 миллиметров нажимаю 5g выбираю g ось x и 20 не в ту сторону минусик нажали теперь теперь все в порядке и здесь так же самое сделаем все я использую модификаторы потому что еще я ну вдруг нужно быстренько изменить будет толщину не 20 миллиметров dsp там 18 16 не знаю и также бэвэл и добавляем бэвэл сделаем фасочки где-то 2 миллиметра али нет метод выбираем angel по углу тут добавим их там штуки 4 нажму object 6 смуз до чтобы он не сгладились как видите такая становится поверхности немного пузатые этого нам не нужно вот нам значит мы берем и применяем нормал авто смуз но ничего не произошло теперь возвращаемся в модификатор и здесь в пункте шей ding ставим галку hard and normals да и все у нас теперь хорошо фасочки мягенькие там все так займемся фасадами до фасады я тоже по сдвигаю в эту сторону на 20 и тут gx20 вот а и всю эту штуку до по оси y тоже утопим на 20 вот так же у нас будет тут подразделение на 100 это как планка то где там ножки короче монтируется не знаю я как это все по мебельному вот на 100 миллиметров вот и поделим наверное на три секции вот так вот теперь на три секции так хорошо наверно вот это отделяю также по это будет другой элемент и кстати этому элементу вот эти уже не нужны x он на контроль нажать все да вот планочка можно на нее скопировать модификатор выбираем выбираете да с какого объекта а потом на какой то есть на дочерние они применятся нажимаем control l и выбираем модифаерс чё нет наоборот у нас этот активный актив от 1 а потом 2 вот с активного на дочерние копируются до control l модифаерс и видите применился к нему тоже модификаторы все стало хорошо но опять толщина не то да то есть я тут ошибся надо было изначально применить не скейла потом уже разгруппировать но применили теперь все хорошо вот а эти фасады должны будут в эту сторону да у нас выпячивать поэтому тоже берем выделяем 1 2 с какого control l модифаерс видите в другую сторону вывезли ничего мы выделим этот элемент до нажмем control shift n вот они переделались но тут нужны линии разреза сейчас мы сделаем поделим например так а я уже их поделил да так сейчас спрячу модификаторы в режиме редактирования чтобы их не было видно зайдем режиме редактирования вот эти грани разорвем нажима alt m face by edges и видите появились линии но тут например мне нужны какие-то ящики поэтому поделю еще вот так на три да и тоже их нажимаю alt m разорву вот теперь появились у нас фасочки короче все хорошо так столешницы где наша столешница да мышь ее называли как того стол вот она пусть будет у нас выделяем ее можно модификаторы тоже скопировать нас вот этого control l модифаерс видим не туда поехала тоже выделяем нажимаем control shift n а теперь уже в нужную сторону и тут тоже не был применен модификатор скейл поэтому толщина другая и тут мы можем быстренько до изменить на 40 например миллиметров вот отлично и и чё ну и можем фасочки например сделать и будут 4 миллиметра чуть побольше вот так же тут 6 смуз также включим авто смуз и все теперь заработало еще вот тут видите некрасивая фаска да такая вот видно перейти нужно в эти фасочки в бэвэл и выбрать геометрии на другой тип арк а и теперь все красивенько и теперь нам нужно будет ее чуть-чуть столешницу сюда углубить и сделать еще одну планку да где горил будут розетки кстати вот это элементарно может немножко выпирать да давайте сделаем g можно выбрать направление колесико мыши зажали и пусть она там на 30 миллиметров выпирает вот тут пусть в ровень будет а вот так да а вот это нужно вот эту столешницу вот туда сделать тут я сделаю вот так да можно конечно там взять просто нажатие с x и там на глаз на пододвинуть их вот к этому но можно и точно пододвигать мне на глаз все вышло так нажимаем е опять же выбираем направление там y или кликаем колесиком вот можно до кудова да вот сюда сдвину вот и теперь видим до столешница врезалась здесь тоже тип надо было выбрать дентам арк что тут все хорошо было так у ту планку надо сделать идем сюда выделяем ее выделяю вот тут выделяю до нажимаем shift д копирую ее по савальшина соединим выделим зайдем опять в режим редактирования вот и теперь ее до вот этого расстояния где-то сделаем да так ну и она сейчас одна в одной мы ее немножко сдвинем так и сдвинем g y не знаю там на 40 вот и тут потом появятся да как раз резеточки им будет куда спрятаться и всякие там провода блоки питания вот здесь там планируется какая-то подсветка сделать вот так ну со столешницей нормально теперь там плиту бы как бы сюда вставить тут мы сделаем что клацну установлю тут курсор создам plane plane там что эти плиты плиты до размеры около тут будет короче восьмисотая плита но я там нашел он какую-то картинку она там 600 на 55 до идет знать сделаю по иксу пусть будет 600 на 550 да установили также выровняем ее по центру этой поверхности для этого можно сделать edge центр схватить за ось зажать control да и навести так что-то тут пошло не так козыц ближайшая нам надо центр да и вот вот сюда и по оси y относительно этой сделаем сюда но она чуть-чуть топлина значит надо относительно вот это то да и вот так у нас будет тут располагаться плитка зайдем в режим редактирования нажмем ей на 5 миллиметров выдвинем там дальше с ней еще поработаем так давайте сразу здесь сделаю нажимаю control r подразделяю получил линию такую я ее возьму p selection подсоединил вот на то есть есть линия получилась эти модификаторы мне не нужны это светодиодную подсветку хочу типа сделать нажимая с x чуть-чуть так с x так до торцов теперь зайду опять нажимая е е елки захожу в режим редактирования е y выдвину вот так так хорошо вот выделим все нажмем е е сделаем бортик вот такой так как нам этот профиль профиль сделать как я хотел его сделать наверное еще control r подразделю выделил вот этот ребро нажму control b и чуть-чуть вот так еще был на получили паску так выгнуть хотел ее можно ее выгнать чуть-чуть да то есть это профиль алюминиевый в нем там как рассеивателя внутри светодиодная лента сейчас что-то у меня башка не варит так такое добавили выгнуть что-то мне не получается ладно сделаем вот так потом control b сделаю вот так да еще раз поделю одну линию эту линию опущу просто чуть чуть ниже и теперь сделаю корр еще раз control b да и разгладим сделали только профиль кастому берем и вот она готовить и тут можно нажать еще там control плюс да и сразу вообще материалы чтобы потом выделение не делать вот тут мы можем добавить материал один добавлен да назовем его алюм какой нибудь добавим еще вот это будет подсветка тут можно взять и мишин немножко желтоватый и это назвать light вот да сделали 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 тут на 100 и и надо назначить вот этому нажимая сайт и все и ушей смуз и вот здесь делаем авто сумму стоит все хорошо а там будет светиться так дальше верхнюю часть где-то мы ее прятали на вот она тут снизу нам не нужна а эту консоль она где-то будет на метр восемьдесят нажимаю gz1800 вот она так что я не то скопировал куда это вообще взялась удалим вот она gz1800 есть возьму также скопирую на нее с этого контравейль модифаерс вот у нее также дамы и с плюс 0 и есть скейл возьмем применим получилось так так вытяжка вытяжка там вытяжка он говорил это скидывал ага да вытяжка вот такая у нее размер 600 на 900 внутренняя часть грубо говоря там сделаем 300 на 300 вот так притулим тоже я беру 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 курсор куда-то тут поставлю надо будет выровнять да сделаем плей опять и 900 на 600 сразу контравейль скейл применили да тоже у нас центр есть двигаем сюда по центру вот так теперь поехали в режиме редактирования да выделили все нажимаем е там чего 60 миллиметров было да и потом нажимаю ай ай это 900 значит на 300 еще раз ай 300 так ладно чего она тут вроде бы все у нас применено да везде по единичкам хотел сделать 300 но с одной стороны наверно 300 сейчас еще раз ай 300 чего она там схлопнулась если она а 600 ну да что это я много у нас 300 на 300 это значит по 150 до еще раз ай 150 вот тут тогда у нас получается 300 до там 600 и значит а надо сузить с x 05 на половинку о получилось и это поедет у нас куда-то вверх до потолка потом будет вот так же мы посоздаем тут фасочки вот и вот там внутри если поглядеть на ту вытяжку о какое-то там полукруглая но это мы отрисовывать все не будем да надо поставить что она там есть да и все вот ну зайду так выделю вот это нажмем опять ай s x наверное вот как то так вот нажимаю е делаем вот сюда выделим вот эти ребра ring control alt клик да выделил их там все control b сделаем вот так есть теперь вот эту часть внутреннюю я копирую опускаю немножко с масштабируем ее s s y вот ровненько типа была вот и теперь что там тут выберем вершинки да вот нажму е и там где-то на 10 миллиметров пусть туда уйдет вот да сделали также к ней добавим эти бэвелы пасочки 5 миллиметров так что мне кажется что они одинаковые не это разное что-то я тут потянул да нечаянно вот это все сместил когда это я сделал что-то я не понял так g в эту сторону вот 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 все теперь ровненько где-то нечаянно так все хорошо сделали да это вытяжка так теперь вернем все вытяжка у нас где-то вообще то есть там написано это столешница 900 расстояние от 600 до 800 может вешаться да то есть можем там по клеточкам вот например 900 метр шестьдесят пусть мы ее вот так повесим вот тут она будет а то на метр восемьсот отлично так теперь теперь будет опять же идти профиль светодиодный да соответственно мне надо сделать вот тут дополнительные грани посмотреть на какое где-то вот тут чтобы они посередине этих полок были вот там вот посередине этой столешницы да то есть выделю вот это ребро и это ребро чуть-чуть по оси x масштабирую приблизительно вот так насколько это мне 20 20 наверное 30 возьмем а тут будет с этой стороны где-то 20 так ну приблизительно вот так вот это я сделал вообще как бы тупо чтобы мне вот эти штучки скопировать да тут тут будет мой профиль вот нажимая p selection отсоединил вот так ну-ка попробуй как мы его сделаем нажмем ES как-то хотелось бы не так ну-ка давайте я попробую сюда к ним соли к ним уже применен почему почему она туда уехала одна на одной стороне другая выше едет в какую-то сторону непонятную да почему она так смещается так ладно не знаю хотелось бы блин как-то так посерединке сразу чтобы она разъехалась тут будет светиться не знаю так ничего на ум не приходит origin to geometry сделаем попробую object convert to curve вот и в кривых попробуем 3d сейчас мы geometry покрутим extrude да в принципе едет не в ту сторону покрутим депс о депс уже как бы более похоже особенно если тут сделать с какой-то стороны но тоже нет не то так сейчас уберем наверное депс все таки покрутим extrude а попробуем просто точки еще покрутить выделить и покрутить их там на 90 градусов о да все нормально ну да вот вроде бы все ровно хорошо ну может быть не очень да чуть-чуть ну ладно я сконверчу их теперь опять в мэш и тут уже вот эти точки там поперемещают сюда сюда на тут тоже эту к этой эту к этой вот здесь наверно тоже неравное расстояние но тут мы уже как бы на глазик пододвину нормально так выделю все опять сделаем там я сюда ctrl r вот так выделю эту линию так нажмем ctrl b расширим это выделение где-то вот так нажму сейчас ctrl минус убрали теперь gz сюда выдвинули и опять ctrl b покрутили вот и тут также мы там сглаживаем это все так смотрим сюда вот вот и можно также материалы назначить и благо что мы там материалы называли да то есть все хорошо нажмем ctrl плюс расширили добавляем white и assign да то есть это должно у нас вот светится все хорошо так это типа где будет подсветка сделали будет светиться тирна пропилить тут отверстие так оставим вот этот элемент и вот этот нажимаю вот ну сюда надо подогнать какое-то отверстие сделать то есть вот эти два sx нажимаю и вот это вот сюда вот и внутри по-любому удаляю так face удалили есть у получилась такая штука так там на стойке будут еще трубы как она к потолку будет крутиться и потом какое-то обрамление вот трубы трубы наверное будут как раз крепиться так чтобы были вот в этих точках по ним спуститься провод для светодиодной подсветки чтобы потом фланец этот монтажный да с чашкой как раз закрывал светодиодную ленту вот значит что установим курсор нажмем shift а добавим кольцо сделаем его кстати диаметр там труба 50 а давайте 50 я и сделаю да диаметр значит 25 радиус вот вот она и получится офланец он там немножко больше то есть я захожу в режим редактирования нажму es сразу вот так выделю все вот возьму тут и подниму выделю крайнее сделаем вот сюда так опять нажму что я там нажму е нет нажму ctrl r да вот так сделаем теперь выделим вот эти грани нажмем es можно нажать shift и shift z да чтоб по z не масштабировался можно как бы отменить но у нас уже экструд произошел и нажать alt s чтобы масштабировать их вдоль нормали на и сделали вот так вот хорошо а дальше вот этот как раз пойдет труба е z куда-то она пойдет вот и снизу да такая же чашка там будет шпилька болт поэтому чем-то там должно все это дело закрыться да я возьму вот это выделю ctrl плюс нажимаю ctrl минус там будет скорее всего вот такая чашка нажму shift z ctrl m z чтобы отзеркалить это все дело хотя тут и зеркалить то ничего вот здесь эти можно удалить они лишние вот да вот этот элемент теперь мы пододвинем хорошо хорошо вот тут тоже внутри можно удалить вот получилась такая как бы труба трубе тоже сделаем шейдинг сглаженный выберем автосмуз и добавим Bevel вот так ничего вот здесь надо это как-то залепить это отверстие да можно нажать m и сделать коллапсы оно в центре все слилось все хорошо теперь возвращаю надо покопировать так можно оставить как бы столешницу только и и и и и и нажимаю слэш прячу все вот у нас центр где да все хорошо а нет на светодиодку начал тупить так так shift x вот сюда передвинем теперь выделим два этих элемента shift y и вот сюда скопируем возможно вот эти чашки массивные кажутся да можно будет потом чуть помасштабировать вот так и тут должны быть какие-то бортики также оставлю вот это поставлю этот курсорчик добавлю добавлю пока UV сфер нас масштабируем ее сюда выдвину эту сферу 3 сантиметра пойдет вот выберу эту точку нажму ctrl плюс вот эти наверное фейсы удалю вот это выделю нажму z да вот сюда сделаем вот так так сейчас я тут подразделю вот две две трубочки z так тут точечки точечки ладно сейчас мы их теперь копируем наши наши shd x вот сюда перенесу ну и где-то наверное по центру еще одно не помешает выделяли их shd y и перенесем вот сюда ну и наверное все-таки тут тоже возьмем сделаем по центру о да приблизительно так все эти элементы я возьму один нажимаю ctrl j так приспособили так теперь по сути мне надо бы вот у них побрать типа по точке которая там смотрит на меня выделю раз два а вот здесь мне не надо и вот здесь надо так так выделено так что я себе задумал а а мне вообще что я не вижу там выделение эта точка вот та точка только нужна здесь тоже сниму выделение здесь сниму тут я ctrl удерживаю и снимаю да и вот эта точка тоже снимаю выделение получили там выделили две точки точно ровненько все у нас вот а можно еще и с этих сторон да повыделять так ну вроде вот это на нас смотрит где-то вот это да не промазал вот плохо да как-то не видно так ладно вот эти я сниму сейчас выделение просто чтобы вы понимали что я там задумал я могу эти точки также нажать shift скопировать p selection отсоединить да теперь я могу зайти в эти точечки вот вот а вот этот кстати удалим а вот эти раз два так еще не удалилось а это просто пиво тут так раз два нажали f раз два нажали да получились такие вот дальше опять их конвертируем в кривую а кривой добавляем этот депс промазал спешу так добавили где-то так вот и их копируем по оси z еще раз да вот сюда и получаются такие линии вот ну в принципе да можно было так хотя есть и проблемы какие-то ну решить перетащили чуть-чуть сюда вот заехала в любой момент зато можем как бы толщину всего этого дела поменять так возьмем выделим вот это нажмем f да и вот она тоже у нас замкнулась так и с той стороны тоже точно так же вот и если надо будет да в любой момент можно это все там сконвертировать в этот в мэш то и все ну давайте сразу а ну тогда мы не сможем ничего менять но зато сможем все объединить так есть готово вот все вот эти вот элементы ctrl j тоже приспособлен так ну вроде бы да вроде бы все получилось такая какая-то конструкция вот надо затекстурить ее вот пойдем вот сюда шейдинг там столешница какой-то литой камень что-то там сероватое так сделаем удалим сейчас этот материал и сделаем короче так будет называться добавим каких-нибудь вкраплений для этого беру каково текстуру noise вот добавим color mixer миксер gb вот это сюда поставим это сюда вот тут конвертер добавим color ramp чтобы диапазон да меньше там делать сюда нажмем ctrl t выберем generated вот тут пока что выберем цвета серый и там чуть почернее и тут сделаем 800 появились маленькие такие штучки выберем object наверное теперь ровненькие так и сделаем что-то светлее что-то еще темнее да и вот этим диапазоном еще можем там количество регулировать ну вот как-то так опять же можно сделать чтобы блики были разные там где есть эти точечки или нету но тут в общем сделаю так так а сама эта штука будет у нас темный темный и вот она в общем то должна быть тут должна быть тут так ну вроде везде где должна быть она есть так я куда-то дел свою светодиодную подсветку а я понял теперь что я удалил тогда да как нехорошо получилось но ничего так сделали блин ну надо же светодиодка то нам надо тут сделаю так control b чуть расширю shift d скопирую p selection отсоединю выделю ее удалю с нее модификаторы зайду в режим редактирования опять s чуть-чуть по оси x да она вот залезла сразу можно к ней модификаторы первые у нас должен быть материал алюминий а второй сейчас мы ее выдавим прорежем выделим эту штуку control b нажмем вот так есть control минус g z ctrl b вот так ctrl плюс и назначим еще материал подсветки теперь будет светиться так попробуем плитку плитку тут вообще вроде бы все просто новый материал выбираете себе вот эту штуку подключаем ее да вон что-то получилось но у нас там картинка да картинку бы немножко пофотошопить вот вот да давайте зайдем фотошопчик так вот эти белые линии надо поубирать так 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 вот да то есть это по бокам нам не нужно ну тут можно взять кисточку просто берем кисточку b горячая клавиша alt click клацаем да выбираем места где надо замазать квадратными скобками размер кисти регулируем больше меньше правой там жесткость поставим сто процентов shift зажал протянул здесь короче по закрашивают эти вот линии чтобы все было хорошо так и сохранили сохранили в блендере она используется но ничего не изменилось надо его потормошить потормошить вот images да вот теперь все хорошо если вы хотите типа зажечь печь да чтобы засветилась в принципе можно вот здесь взять шейдеры мишин вот задать цвет которым будет светиться добавить но вот нот микс шейдер и эту картинку на фактор вот и тут покрутить да видим но у нас и белые линии начинают как бы светиться так давайте для иви добавим ambient bloom и вот это если не надо чтобы было чтоб светилось тогда как бы создайте там маску то есть надо все белое взять и позатирать в фотошопе да так ну это займет какое-то время ладно там берем кисточкой я так по-быстрому помазюкаю опять вот здесь поубираю вот whirlpool мне не надо чтоб светилась вот эта линия а вот те например кольца могли светиться вот потому что это займет какое-то время ну ладно кисточку меньше ставлю где-то так и там удерживая shift клацаю чуть так по рогатому но ничего зато быстренько можно там было пером или выделением маски посоздавать нормальные но некогда будет рубаная да сам главное просто эффект чтобы вы поняли так и ром конечно было бы тоже быстро и красиво так и так так и такое у нас это просто подсветочка так так и можно вот это и так оставить да я сохраню сейчас сохранить как напишем что это какой-то light вот и закинем блендер вот то есть мы теперь вот эту картину это уже у нас типа маска да можем использовать вот вместо этого фактора и вот видите уже там не светится ничего все хорошо это же картинка могла бы быть и вот тут вот этим же цветом то есть черное оно все равно у нас ничего не происходит вот а там где у нас нарисованный цвет нарисованный он и есть выступает в роли нашей подсветки и теперь мы можем и поверхность сделать глянцевой и она там светится у нас и все такое так тут еще что то она у нас летает это же нехорошо это какой-то момент я ее чуть пошевелил можно еще вот этому короче всему взять задать маленький скосик такой там если ушел блики появлялись так есть с этой решили это у нас она черный низ а вверх хром с материалами тоже я не заморачиваюсь сильно тут сделаем так чуть вот это покрутим и зайдем вот эту часть да я выделил и она будет хромированная вначале тут металлик просто покрутим где там roughness вот такое да где то так а опять же да лучше называть так мне вот этой же трубе надо задать тот же материал да вообще вот этой трубе вот этой этой и вот этим еще штукенциям всем вот этот материал control l materials да применили все хорошо так ну вот вроде бы надеюсь что будет да как бы понятно чё оно да как ага можно это все во-первых да охранять забыл надо остров так и добавить бы ее в сцену у меня есть где то тут вот чертежи этого объекта мы можем да все это импортировать в blender давайте файл импорт я устанавливал адонский чап импортер поэтому можно просто выбрать этот файлик импортировать это сюда да вот оно все появилось сейчас лишнее по убираем это у нас один объект и давайте так сейчас вот этот control j объединю удалим с них материалы вот вот shift c курсор в центр shift s selection to курсор и вот эта комната да где должно вот эта вот конструкция быть так так ой я шуя не чай не так и поставим ее джи копирую там r90 так и она у нас тут будет сейчас мы посчитаем по клеточкам 60 это идти хотя можно и кухню да быстро нарисовать так давайте вот видите какую он правда сетку некрасивую нам импортирует так я вот это вот все сейчас копирую shift d p selection вот теперь поработаем с этим элементом так удалим все вот эти вот ненужные штуки нажмем x limited slow а ну а мне вообще надо или не надо зачем оно мне так да не знаю зачем то я же могу просто вот тут все как бы и нарисовать да могу вот так выделить точку например сюда shift s курсор to select да теперь взять к примеру нажать shift и добавить просто одну точку вот зашли он сразу переходит в режим редактирования это делает аддон экстра меш вот теперь выдвинем вот это так возьмем поедем по оси y e y до вот этой штуки l g y не знаю что это да теперь выделим две точки e z до вот этого расстояния вот и потом пойдут там шкафы с этой стороны там по моему холодильник на 70 с этой она будет 60 да значит ctrl r подразделю вот сюда вот так теперь нажимаю g y и у нас будет 700 вот с этой стороны тоже подразделяю до упора g y 600 вот теперь вот эти вот штуки так где тут нажимаем двойку выбираем 1 выбираем 2 так надо уменьшает эта штука уделим просто пока что стенки так поехали e z z вот сюда только потолок у нас там 3 3 400 а он уже 3 из-за вентиляции вот возьму g z 400 минус да это край кухни у нас будет так нижние шкафы давайте сейчас тоже так как бы на глазик просто по-быстрому надо сделать вот оно 600 будет на 700 или 600 наверное до окна вот они ее так заложатся так то есть вот на 700 и вот здесь подразделяю да то есть тоже выравниваю потом следующее это на 720 они обычно ряд идет так почем тут 700 700 да выделяю вот эти gz на 20 вот все хорошо вот эти соединяем ctrl e ну или f нажимаете да потом делите сколько тут там шкафов получится вот могут быть это большие такие места хранения вот надо было видите сразу давайте и тут залью или не залью сначала вообще я не делю ничего вот тут заливаю также f вот и теперь там делаем глубину всем этим шкафам так я выдвину вот эти ну то есть идут идут это все будут 600 нажимаю 600 вот а вот эти е 350 вот нижний ряд теперь я копирую фасады опять все и мы уже с ними отдельно поработаем вот так вот здесь сразу я поделю на то есть тоже плитворная планка так что-то так 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 и вот это нажимаем д копируем p selection отсоединяем это наши фасады вот тут разберемся сколько на вот этой допустим пусть будет вот так и вот здесь тоже делим здесь вот так так и здесь поделим вот так и поделим например вот так большие ящики будут вот эту и вот эту нажму ctrl x удалю теперь выделяю все нажимаю alt m вот это face by edges да все как бы поломали теперь добавим модификатор solidify пусть будет 20 да видим не в ту сторону возьмем все shift нажмем 1 не туда пошла да ее можно флипнуть а теперь все в нужные стороны и по 20 отлично второе сразу добавляем shade smooth ставим normal и добавим модификатор bevel так bevel сделаем два несколько сегментов так тут в этом режиме кривики так все хорошо видно так и вот здесь ставим hard нормал здесь выберем арк так хорошо так теперь зайдем столешницу надо сделать тоже я скопировал lps selection отсоединю зайду теперь control r разделю на две части вот эту к этой пододвинем эту к этой мойку рисовать не буду это е x иду вот этого и сделаю е на 40 даже без модификатора мог да тоже там например поубирать линии ненужные ладно давайте с модификатором вот эти возьмем x так теперь опять скопирую вот от этих да чтобы быстрее было копируем дочерние элементы главного столешница это control l так появилась да теперь туда теперь добавим тут 40 и выдвинем да эту столешницу надо вот сюда торчит так хорошо стекла ничего не рисуем да кухня вот приблизительно такая будет так вот здесь тоже какая-то беда флипнем вот все у нас в нужные стороны так ставим так здесь у нас где-то метр двадцать должно быть там есть там есть 65 и вот тут еще 65 ставим да это вот так вот ну и тут пусть будет где-то так model наша model спрячем покажем камеру где камера вот она камера так камере я добавлю empty plane axis g теперь камеру поставим constraint track to следить зачем и поставим нашу вот эту stretch не то выбрал track to да и вот она теперь смотрит за ним сюда как-то надо настроить нам вид из камеры так поставим ее на уровень глаз где-то метр восемьдесят выберем наш empty вот камеры можно изменить там фокусное расстояние чуть больше чтоб как бы все влезло так еще что-то у нас летает он летает нечаянно видать я его зацепил так shift s selection to cursor и что там не сместилось сместилось да так ладно поставлю так вроде бы все нормально вот ну влепим полы какие-то на все это расстояние о нашу там у нас что-то есть и потолок надо сделать так вот пойдем настройки мира и вот сюда добавим sky появилась и и так и в настроечках да render регион чтоб мы видели рендерить только эту часть хотя тут мне в принципе этот интерьер и не надо был так еще надо посмотреть стойки вот эти все там в потолок у нас влезло а потолок же ж мы опускаем gz короче давайте вот верхнюю часть кухни да и там все позалазило так в этом можно солнце в общем то покрутить да он есть интенсивность его можно убрать и вот сила а еще также где-то тут мы вот sun rotation если будем крутить у нас то есть можно направить его где наше ага пусть она в это окошко светит да вот ну где-то так не знаю в общем то попробуйте покрутить давайте наверное еще его сильно 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 о еще тут тоже будет крыша должно заходить где-то так можно вот такой так попробуем там отрендерить что у нас получится так с режима редактирования вышел я поставлю gpu у меня там что-то system optics а тут может глючить еще в 9.2 поэтому это я не ставлю вот и denoise nlm optics тоже выберу сохраняем это все здесь можно отключить эту кухню я в общем то у нас второй план трогаем ее вот ну и вообще это я уже понесло хотел посмотреть типа как она будет выглядеть поэтому тут лучше наверное взять облет камеры да чтобы было и мебельщикам типа понятно как ее крепить и все такое да и в иве можно сделать быстрее да и долго не ждать короче это ее место давайте я все-таки уберу вот эти стены delete все удаляю это мне не надо кухня мне тоже не надо на модель поставим центр сцены добавим сёкл кружок так что тут у меня не понял shift с что-то не масштабируется так добавляю кружок захожу в режим редактирования нажимаю ф заливаю потом а потом просто вот так вот так вот сюда вот это удаляем фейс вот эти выделяем control b нажимаем и сглаживаем так где-то так и давайте q shade smooth я сглажу теперь shift a добавим камеру ту я удалил да вот в центр добавляю теперь shift a добавляю empty plain access и еще добавляю кривую так вот у нас код полигон будет так и так да теперь нужно все привязать камеру нужно привязки к ней типа follow pass и выбираем эту нашу кривую и вторым добавляем track to и выбираем зачем следить так тут ноль переходим на вид из камеры так сделаем animate с просмотрим вот она ездит уже камера далее да настройкой камеры это мы крутим кольцо таргет куда она должна смотреть это мы переносим наш empty вот пусть на центр ну и если ее нужно подальше поставить мы масштабируем наше кольцо так тут я наверное у камеры сделаю тысячу на тысячу вот теперь можно приблизить вроде бы как бы все влазит вот поставим и что мы тут уиви поклацаем ambient bloom screen space reflection вот вот этот наш затемним так затемним 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 так ну ка попробуем уханька крутится да можно добавить там еще несколько источников света например а вот этот давайте возьму alt r сброшу его вращение сделаю его area и пусть он будет квадратный метр метр на метр да теперь там направлю его у него сделаем шину компет шину вот так 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 камеру сейчас я так поставлю вот у этого чуть-чуть свет изменим так вроде бы неплохо еще можно выбрать кружочек чуть поближе и можно кстати источники света также к камере пришить control p object да и теперь они ездят вместе с камерой так ну и если это очень быстро происходит да тут за 100 кадров полный облет делает камера то можно выбрать кривую и в кривой найти not ps animation и указать сколько 250 кадров и теперь полный облет камеры будет за 250 кадров проходить ему давайте на этом кадре нажмем f12 да и получаем картиночку ну и соответственно получили мы ее вот за как бы почти за секунду даже меньше то и в общем нормальный результат так и я нажму чё там теперь на вывод сделаем куда сохраняем например рабочий стол вот как-то называем остров есть выбираем файлик ffp видео сделаю h2 нет mp4 я тут хай колить еще раз проверим ну вроде бы все неплохо и можно как бы отрендерить анимацию нажимаем render render animation да и в принципе да у нас все там две минутки и мы получим видео на какое-то видео презентацию что ли уходного острова надеюсь тут станет понятнее идея вот если она воплотиться в жизнь скину фотки посмотрите что получится вот так что как то так надеюсь до уроки будут выходить чаще времени может появится может нет вот ну а кто хочет изучать блендер и подробней добро пожаловать к нам в полигон центр ко мне на курс по блендер вот всем пока до новых встреч